всем привет сегодняшнем обзоре новенькая экономическая игра которая называется монета кар работает она еще около недели и зарабатывать здесь можно как сложением так и без вложений так ребят всем привет сегодня я вам расскажу сейчас я закрою окошечка сегодня я вам расскажу комплектации роверов даже о своем ровере 75 какая здесь комплектация как пользоваться там же магнитола печка покажу какая магнитола его обзорчик уже показывал так быстренько сегодня расскажу что как где какая кнопка вот ребят кому интересно смотрите ставьте лайки подписывайтесь задавать вопросы если кому что-то нужно будет подскажу вот ну и в принципе чуть позже я буду менять в коробке автомат масло буду менять в моторе масло все фильтра буду менять буду всем показывать кто не знает где что находится вот поэтому вот так смотрите ребят так но вот ребят включу сейчас я фары подсветочку так но что здесь у меня стоит магнитола кассетная играет радио чем плохо здесь у нас нету не блютуса не аукса не юсбишки ничего обыкновенная кассетная стоит можно конечно алиэкспресса заказать есть если кто-то видел кассетная такая аукс его вставляющая конечно не заказывал не знаю как она работает может быть попозже закажу посмотрю проверю покажу вам тоже ребят так я хочу купить рамку сюда и поставить магнитол сюда подходит двухдюймовый магнитол с телевизором какая либо есть у нас на рамки такие которые под обыкновенные магнитолки тут какая-нибудь будет у нас тип кармашка чего-нибудь складывать а здесь будет у нас вставляться магнитола вытаскивается она вот здесь у нас с обоих сторон но плохо видно ребят вот на улице темно уже и здесь два входа которые вот как обычная магнитола вытаскивается только у них сбоку здесь вставляешь и магнитола вытаскивается а здесь наоборот что дальше также вот у нас она печка сама по печке сейчас я вам ребят покажу тоже как она работает здесь у нас есть и кондиционер и сам двухзонный климат контроля вот он у нас получается уменьшается у нас холодной вниз делается до 16 градусов ну и также ниже она сама выставляется уже также вверх устанавливаем мой с моей с водительской стороны кантуга до двухзонных здесь контроль контроль сама печки с какой стороны будет тепло идти либо слева либо справа пассажиры либо водителя вот вот вставляем и так же у нас вставляем мы вставляем мы уже у пассажиры то же самое вот так же здесь мы прибавляем точнее уменьшаем скорость вентилятора и также мы включаем скорость вентилятора печка довольно хорошая здесь шустрое быстро ничего не шуршит очень много всяких здесь откуда печка дует она у нас здесь две находятся здесь с этой стороны просто плохо видно вот сейчас я попробую фонарик ребят включить будет видней так вот ребят включил я фонарик так будет видней вот здесь у нас находится также в обдув у нас идет на стекло здесь но и также с той стороны все идет тоже самое вот ну и продолжаем повесил я иконки здесь они меня лежали в машине в бардачке нашел от предыдущего владельца они просто лежали в пакетике поставил сюда чтобы было как бы это более симпатичный да и здесь ему лучше вот также вот здесь уменьшаю продолжаем пропечку уменьшаем здесь у нас регулируется подача воздуха в ноги на лобовое стекло также только на лобовое только в лицо и в ноги только в ноги и на лобовое здесь у нас обогрев заднего стекла также при заводке автомобиля он автоматически включается обогрев заднего стекла можно выключить его самим можно ну можно выключиться сам самому короче секунду самому выключить обогрев заднего стекла либо он две-три минуты по моему но минуты по моему даже если не соврать он работа автоматически потом он выключается сам также здесь у нас есть обдув переднего лобового стекла тоже если нажимаем у нас включается на все и идет чисто обдув переднего стекла также здесь выключаем вот но вот эта кнопка у нас блокирует поступление воздуха с улицы и крутится грубо говоря то что тот же воздух который по салону это у нас автоматическая но все знаете наверно что это значит автоматическая она регулирует сама по себе дует и так далее вот это у нас кнопка of выключить печку также включить но вот это у нас включается экрана это кондиционер включаем грубо говоря ну точнее выключаем экран и у меня включается автоматический кондиционер включается передний вентилятор и как бы можно даже проверить если вентилятор заработал значит а кондиционер будет работать здесь он работает я его проверял у нас недавно сейчас у нас примерно на улице градусов 10 показывает 10 градусов вот было у нас ребята до 19-20 градусов днем я его включал он дует хорошо машине холодрыга вот честно сказать также у нас ребят здесь есть обогрев сидений с правой и с левой стороны вот они передние это у нас получается кнопка отключения антипробуксовочной системы включить выключить и так далее вот но и здесь у нас установлена еще дополнительная такая штука я не знаю нужно не нужно вообще весь лучше чего-нибудь сюда другой бы установили который нужно реально это у нас получается задняя шторка выдвигается и задвигается вот на эту кнопку вот сейчас я вам преддемонстрирую вот она сама ну вот нажимаем на кнопку и поехал также обратно вот вот ну и в принципе по комплектации вот это вот наверное все также у нас здесь подстаканники вот такие выдвигающиеся сами и с этой стороны в некоторых комплектациях такого нету в некоторых комплектациях здесь заглушки идут у меня предыдущий ровер был у него были заглушки также у нас вот такой дизайн самой прикуривателя ну и снизу же у нас как обычно во всех автомобилях есть то чего курильщики не могут обойтись например как я это пепельница но я никогда не кидая пепельницу она у меня всегда чистая никогда не кидая пепел в пепельницу потому что в машине потом это вонище и так далее вот также у нас установлена здесь коробка автомат вот что у нас здесь здесь у нас есть кнопка вот это что у нас обозначает это спорт режим вперед у нас он регулируется видно здесь спорт включил спорт выключил и зимний режим вперед это спорт режим назад эконом и на нее нажать это зимний режим вот нажимаю появляется звездочка также спорт и выключаем здесь у нас стоит 5 ступенчатая коробка передач вот так но что ребят еще скажу что ну здесь у нас регулировка дворников идет вниз у нас она работает чтобы не щелкать также вверх у нас она по одному разу 23 и все быстро крутится и все хорошо также с этой стороны у нас поворотники ну и дальний свет это как обычно автомобилей вот здесь у нас стоит бортовой компьютер который можно регулировать я у меня предыдущих роликах есть там где тесты сделать приборной панели вот но также датчик бензина спидометр вот спидометр здесь показываются всякие датчики там открытие дверей лампочка которая не горит максимальная скорость ну и так далее там чек если загорается сам тахометр и давление и температура вот это здесь у нас моргает сигнализация когда ставишь красненьким она будет моргать так поехали дальше здесь у нас ребят но внизу у нас открывание багажника вот нижняя это открывание капота здесь у нас включается выключается так фары это у нас габариты ближний свет здесь регулировка вверх вниз здесь подсветка панели здесь у нас задний габариты здесь у меня дополнительные стоят внизу кругленькие фары они на это тоже кнопочку включаются также здесь у нас все четыре стеклоподъемника это защита и вы нажимаешь она загорается и задние до окна от детей как бы они могут открыть также либо регулировка зеркал лево-правый вот он здесь здесь комплектация нету у меня здесь еще одной кнопочки которые складывают сами зеркала но в принципе они особо не нужны их можно руками сложить также здесь у меня на руле установлен на магнитолу чтоб делать громче магнитолу ну и также кассеты чтобы перематывать и так далее можно также радиус здесь перематывать громче делаешь и тише руль уже такое у меня по 3 ну я его купил такую же руль он у меня он какой но говорят материал совода не очень такой поэтому я его чуть попозже может быть завтра буду его обтягивать другим материалом сделаю сюда но не такое другим обтяну я вам сниму покажу ребят тоже вот здесь у нас внизу находится ручник тоже рабу ручник работает все хорошо держит здесь у нас за блокировка дверей всех четырех закрываем открываем ну и аварийка вот но так в принципе ребят все так же здесь подлокотники есть там можно подстаканники поставить ну и как он барахло наверное хранить она в принципе нахрен не нужны здесь здесь сзади подстаканники вот они регулируются поставил я сюда ставил с макдональдса кокколу в итоге короче она очень ну плохо держится болтается вот эти тоже не держится короче ненужная мужская тоже ведь также задний обдув он все время дует кстати вот что ребят плохо в ровере всегда дует здесь холодно не знаю зачем они это сделали но это не печка это обдув просто с улицы холодного воздуха но выключаешь печку она естественно здесь дуть не будет но и также здесь у нас есть еще пепельница сейчас переверну вот есть пепельница вот на кнопочку нажал и также пепельница тоже вся чистая поэт потому что я здесь не курю так ну и здесь у меня чё подлокотник он не такой большой вот ключи тут поместили здесь есть дополнительное вот установили зарядку чтобы заряжать там телефон или еще чем такое здесь у меня была гаечка но болтик такой пришли его короче открутил хотел поправить ее в итоге короче у меня за сиденье завалилась не короче не нашел я его такой небольшой пришлось саморезом за колхозе вот ребят ну тут у нас такой небольшой бардачок довольно так сделал хорошо нажимаешь на кнопку вот так и он сам потихоньку открывается но тут он небольшой бумажки так похоронить вот у меня тут страховочка и так далее здесь еще вот место есть чего-нибудь положить но я особо не ложу как-то я не люблю так засорять все что где-то все здесь валялась сверху у нас люк еще у меня есть вот он сам люк также кнопочка он отъезжает туда нажимая на нее вверх отъезжает туда вперед он вниз ложится ну и свет также работает вот установлена здесь уже но до меня хозяин делал парктроник задний устанавливал такой дешевенький поставил блок сзади стоит сюда вывели поставили чтоб задом сдавать и например смотреть но мне это не надо я и так габариты чувствую также есть часы кто не знает часы если у кого-то сбиты как настроить их можно чем-нибудь тоненьким тип зубочисткой спичкой и так далее вот по этим кнопочкам там увидите такие кнопочки вот они их тыкаешь я не короче двигается но перекрывание вот это воздуха так ребят но в принципе все что я вам мог рассказать так по комплектации которую от у меня у кого-то есть может быть еще и лучше комплектация у кого-то есть похуже вот но в принципе то что у меня есть все кроме вот складывание зеркал да может еще пара функций каких есть там например другого в других роверов вот единственное то что у меня машина она британская у них же правый руль единственное у меня на водительском сидении сиденье отодвигается только назад вперед и спинка назад вперед Вверх-вниз она не двигается Вверх-вниз, влево-вправо так она еще двигается А пассажирская так двигается Поэтому если кто-то с маленьким ростом Ему надо повыше, не получится С правой стороны пассажир может поднять вверх Отпустить сидение вниз А у меня здесь такого нету Если только перекидывать сидение с механизмами со всеми То можно как-то придумать Но я не задумывался об этом Мне в принципе и так удобно Может быть в будущем попробую перекинуть Чтобы было удобнее Потому что у меня есть жена Которая тоже ездит на машине Она поменьше ростом Ей надо повыше и так далее Но увы Ну на сегодня ребят все наверное Я вам все рассказал Что нужно будет пишите в комменты Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите в комментарии Да есть еще ребят Есть игра такая Монокар У меня будет ссылочка внизу Заходите Подписывайтесь Зарегистрируйтесь Играйте Там можно выводить деньги Без вложений Можно выводить деньги Зарабатывать На данный момент На данный момент Там когда входите Вам дают Автомобиль ВАЗ-2110 На котором вы Начинаете зарабатывать С нуля Она дается бесплатно Как бонус за регистрацию В итоге Сейчас у них что-то поменялось До 30 октября Машина пока действует После 30 октября Все кто регистрировался И получал автомобиль Его уберут Его надо срочно Кто регистрируетесь Покупайте Вас Вот этот вам дают вас И вы покупаете На него Тюнинг Там вы увидите тюнинг Делаете тюнинг Меняете номер И вас ее не заберут Эту машину Либо просто покупаете Автомобили Потому что они Отписались Очень много Мошенников Которые скупают Ну и продают Как у нас обычно У нас же в России Все так делается Вот У нас что не выйдет То сразу Мошенников куча Все хотят Заработать же денег Кто как Умеет Тот и так зарабатывает Ну на сегодня Все ребят Всем пока Ставьте лайки Кому понравилось Или дизлайки Ставьте Кому не понравилось Всем пока Подписывайтесь Ставьте Хочешь Скрутить свои соцсети Или же канал Рекомендую вам данный сервис Раскрутка Инстаграм Ютуб Вконтакте Телеграм Твиттер Фейсбук С помощью данного сервиса Вы можете набрать Себе подписчиков На канал Или же зрителей На свой стрим Также просмотры Лайки Дизлайки Комментарии И многое другое Любые способы Раскрутки На любые соцсети Вы также можете Сгазать трафик На свой сайт Все это вы найдете На этом сервисе Ссылка на него Будет в описании